Это новости нашего города с обзором основных событий к этому часу. Здравствуйте. 1 октября на Ямале стартует призывная кампания. Этой осенью в ряды вооруженных сил отправятся 1400 ямальских парней. Во всех уголках региона скоро начнутся медосмотры, пройдут собрания для призывников и их родителей. 750 новобранцев в этом году пополнят сухопутные войска. Для прохождения службы в военно-морском флоте направят 130 новобранцев. Впервые в ряды национальной гвардии призовут порядка 160 человек. Воздушно-десантные войска около 30 бойцов. Хотел напомнить всем призывникам, которые уезжают из Ноябрьска в связи с поступлением на учебу в тот или иной город, чтобы не забывали сниматься с учета и вставать на учет по новому месту жительства. Пусть даже это временное будет, но проживание связанное только с учебой, а потом намерение есть дальше приехать в наш славный город Ноябрьск. В любом случае призывник, уезжая на время, превышающее 3 месяца, должен сняться с учета. ГИБДД предупреждает водителей, самое время задуматься о смене летней резины на зимнюю. Согласно статистике, именно в период, когда начинаются первые заморозки, возрастает число дорожно-транспортных происшествий на городских дорогах. В следуя анализа, а также учитывая практику, которая бывает в осенне-зимний период, при случае, когда неожиданно выпадает снег, и многие водители не успеют переобуть свои транспортные средства, у нас возрастает число дорожно-транспортных происшествий с причинением материального учеба. В связи с этим, еще раз повторюсь, хотелось бы всех призывать участников дорожного движения, за благовременно выисковаться о том, чтобы переобуть автомобиль в зимнюю резину, чтобы, скажем, обеспечить безопасность дорожного движения и не попасть в неприятную ситуацию. Ночные прогулки детей без сопровождения взрослых – повод сообщить об этом в органы полиции. Горожан просят не оставаться равнодушными и в целях безопасности самих подростков звонить по номеру 02. Информация незамедлительно будет передана в инспекцию по делам несовершеннолетних. Инспекторы службы дежурят круглосуточно. Убийца ямальского участкового остаток дней проведет в колонии строгого режима. Суд вынес приговор жителю села Катровож, который застрелил полицейского в конце октября прошлого года. Равиль Бердыкаев пытался усмирить сельчанина, который пьяным разъезжал на снегоходе. Последнему это не понравилось, и он два раза выстрелил в участкового из охотничьего ружья. Тело пропавшего стражи порядка не могли отыскать несколько часов. Осужденный закопал его в полутора километрах от населенного пункта. Финальную точку поставил судья. Он приговорил преступника к пожизненному заключению. Следствие по делу длилось почти год. Сам участковый посмертно награжден медалью за мужество и самоотверженность. Жители города начали получать платежки на уплату налогов на недвижимость, землю и транспорт. Рассылка уведомлений продлится до 15 октября. Письма придут из Республики Башкортостан. Тем, кто зарегистрирован в личном кабинете, официального документа по почте ждать не стоит. В этом случае уведомление электронное. А тем, кто владеет имуществом, но не получил никакого письма, нужно самим обратиться в налоговую инспекцию. Срок уплаты налогов в этом году перенесен на 1 декабря. И это не единственное нововведение. Изменился и порядок расчета налога на недвижимость. Если раньше мы использовали инвентаризационную стоимость при расчете налога, то сейчас будет рассчитываться на основании кадастровой стоимости. Причем к новому размеру налога мы подойдем поэтапно. То есть каждый год нам будет прибавляться по 20% от разницы в кадастровой стоимости. Правительство не намерено менять размер пособия по безработице на следующий год. Так, минимальная сумма в ноябрьске останется на уровне 1275 рублей минимум и 7350 максимум. Цифры приведены с учетом районного коэффициента. Правда, есть оговорка. Пособие будет таким до принятия поправок в закон о занятости населения. В начале лета их подготовил Минтруд. Если изменения будут приняты, то размер выплат увеличится. Минимум 2000, максимум 8 без учета надбавок. Но сузится круг получателей. Без пособия могут остаться выпускники вузов, индивидуальные предприниматели, безработные, которых направили на учебу, но они ее бросили. И те, кто слишком медлил с оформлением документов. То есть обратился в службу занятости не сразу, а по истечении года с момента увольнения. Поправки могут вступить в силу не раньше, чем в 2018 году. Дорога добра длиной в 6000 километров. Особенные жители Ноябрьска получили долгожданный подарок. Микроавтобус, специально оборудованный для перевозки людей с ограниченными возможностями. Машина приехала из немецкого Дюссельдорфа. Именно его жители придумали благотворительный проект «Дорога добра» для маленького ямальского города. Евгения Демина побывала на торжественном вручении ключей от автомобиля. 12 дней, 6000 километров и десяток городов. Автомобиль из Дюссельдорфа в нашем городе встретили аплодисментами. Позади трудные переговоры с таможенными службами разных стран и оформление сотен документов. Этот микроавтобус с нетерпением ждали десятки особенных жителей Ноябрьска. Автобус будет работать для всех инвалидов города Ноябрьска. И мы сейчас совместно с Департаментом социальной защиты работаем над созданием системы оказания социальных услуг. На воплощение идеи ушло больше двух лет. Еще в 2014 году немецкие общественники и окружное правительство создали международную организацию «Ямал-Дюссельдорф». Ее задача – сотрудничество в социальной сфере. Проект «Дорога добра» стал частью этого сотрудничества. Доброе утро, дорогие друзья. Сейчас без пяти восемь утра. Мы находимся в Дюссельдорфе и мы начинаем нашу «Дорогу добра» на Ноябрьск. Из немецкого «Дюссельдорфа» микроавтобус выехал 16 сентября, а вместе с ним в автопробег по городам и странам отправились три наших соотечественника – Сергей, Михаил и Владимир. Уже много лет все они живут в Германии, но сделать такой подарок маленькому ямальскому городу – именно их идея. Все свое путешествие ребята снимали на камеру и несколько серий уже выложили в интернет. Их маршрут проходил по четырем странам и нескольким десяткам городов. Говорят, самое интересное еще покажут и расскажут. Сбылась моя мечта. Я побывал сейчас в таких городах российских, о которых всегда мечтал побывать. И поэтому впечатлений очень много. Мы сейчас будем их сортировать, как-то укладывать в голове. Ну, совершенно потрясающе. Я знал о том, что Россия красивая страна, но что она настолько красивая. Сам автомобиль, его оборудование, подъемникам, таможенные, транспортные расходы обошлись примерно в 5 миллионов рублей. Деньги на дорогу добра собирали и в Германии, и в России. Немалый вклад внесла и компания «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз». В прошлом году проект стал победителем программы социальных инвестиций «Родные города». Я сегодня очень рад, что наша компания «Ноябрьскнефтегаз» активно приняла участие и вложила и душу, и некоторые средства в этот замечательный подарок. И я уверен, что это только начало тех добрых дел, которые мы все вместе будем делать для тех людей, которые в этом особо нуждаются. Она приводится в движение дистанционным управлением. Вес, который может поднимать эта платформа, максимально 350 килограмм. Специальная электрогидравлическая платформа поможет колясочникам комфортно подняться в машину и спуститься из нее. Технические характеристики устройства позволяют использовать любые виды колясок. Одновременно в микроавтобусе могут ехать два колясочника и сопровождающие их лица. Этот автомобиль, говорят представители организации «Таганай», поможет особенным жителям чаще посещать городские мероприятия, ездить по делам или даже просто гулять. А русскоговорящие жители Дюссельдорфа уже обдумывают новые проекты. Говорят, влюбились в Ямал, намерены и дальше помогать своим соотечественникам. Евгения Демина, Максим Шамшурин, ноябрь с 24. К зубному врачу без очереди. Теперь записаться на прием к стоматологу можно с помощью мобильного приложения. Оно загружается автоматически при входе на сайт электронной регистратуры Ямала со смартфона или планшета. Помимо записи на прием, здесь можно посмотреть расписание и справочную информацию. Правда, для этого сначала необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и завести личный кабинет в виртуальной регистратуре. Мобильной версией сайта уже воспользовались более 2000 ямальцев. Единая электронная регистратура востребована в принципе, так как она дает возможность пациентам не стоять в очередях. Но несмотря на то, что они тоже стоят, так как у нас не все имеют доступ в интернет, не все умеют им пользоваться, у нас талоны разбиваются по принципу 50 на 50. В центре «Факел» микрорайона Вангапуровского появилась зона для живого общения. Так называется проект психолога учреждения Натальи Менх. Через него педагог попробует отвлечь подростков от гаджетов. На территории учреждения специально оборудовали площадку с бильярдом, теннисным столом, велотренажерами. А на деньги, выигранные в грантовом конкурсе родные города компании «Газпромнефть», купили аттракционы для командных видов спорта и аэрохоккей. Обновленная зона создана именно с августа месяца, когда мы уже по гранту закупили кое-какие материалы, аттракционы. И она оправдывает свое действие. У нас приходило до этого человек 15 по вечерам. Сейчас мы наблюдаем 25 и 35 человек. Пенсионера года выберут в ноябрьске. Традиционный для нашего города конкурс пройдет уже в 11 раз. В этом году его посвятили Году кино. Кинематограф стал главной темой и конкурсных заданий. Участникам необходимо подготовить оригинальную самопрезентацию и продемонстрировать творческие способности. Исполнить песню из любимого кинофильма или воспроизвести какую-нибудь сцену. В этом году о своем участии заявили семь жительниц в ноябрьском. Стартует конкурс 2 октября в 2 часа дня в центре «Досуга нефтяник». Самый главный приз – это «Пенсионер года». Человек, который получит больше всего баллов за все задания выполненные. Он получает звание «Пенсионер года» и, соответственно, главный приз. Ну и дальше идет первое, второе, третье место – номинация. То есть, ну, для всех участников призы есть обязательно и всегда. О самых заметных молодежных событиях минувшей недели расскажут юные корреспонденты телеканала «Ноябрьск-24». В новом выпуске информационно-развлекательного проекта «Фишка». Кто открыл рот шире всех на отборочном туре Всероссийского чемпионата по чтению вслух? Как разжечь огонь с помощью волшебной палочки? Чем скрипичный смычок отличается от сачка для ловли бабочек? А также, какова вероятность того, что модель автомобиля может превратиться в трансформер? Об этом и не только смотрите в программе «Фишка» в пятницу в 20.20 на телеканале «Ноябрьск-24» и в воскресенье в 19.00 на ТНТ. Все шубы прочипировать. Еще в августе в нашей стране вступил в силу закон об обязательной маркировке меховых изделий. Теперь на всех мехах должны быть электронные устройства, которые позволяли бы отследить, где и когда произведено изделие. Крупные производители работать в рамках нового закона уже начали. Сегодня в «Ноябрьске» открылась выставка продажа шуб из Пятигорска. Наша съемочная группа убедилась – на каждом изделии имеется электронный знак качества. Теплые, уютные, удобные, стильные, качественные и статусные. На выставке представлено более тысячи моделей меховых изделий. В центре внимания, конечно же, норка – короткие модели для автоледи, удлиненные для представительных дам. Разнообразие цвета, фактур и отделок – более экономичный вариант шубки из мутона. Они порадуют и ценой, и качеством. У нас есть мутончик очень хорошего качества, как облегченный, то есть астроган. Это будет теплый, легкий, удобный для многих вариантов, то есть для тех женщин, кто за рулем. Также есть мутон, у него выделка идет немножечко иная, он чуть плотнее, немножечко тяжелее, но гораздо теплее. Тем, кто следит за тенденциями моды, стоит обратить внимание на шубки изнутри и енота. В этом сезоне меха с длинным ворсом особенно популярны. В том году я купила шубу, мне очень понравилось. В этом году я решила прийти с дочерью и приобрести у вас шубу. Все изделия, представленные на выставке, произведены в Пятигорске на одной из самых крупных российских фабрик. Студия меха известна не только в нашей стране, но и за рубежом, куда поставляется большая часть продукции. Выездные выставки продажи сотрудники проводят только раз в год. Вот уже более 20 лет наша фабрика входит в тройку лидеров по производству высококачественных меховых изделий. Мы отвечаем за качество нашей продукции и даем гарантию. Все шубы прошли АТК и чипирование, что в свою очередь позволяет предоставить информацию о качестве нашей продукции. Убедиться в качестве каждой шубки может любой покупатель. На каждом изделии есть чип и QR-код, считав который можно получить всю информацию о сырье, производителе и торговой марке. Для удобства наших покупателей у нас предусмотрены все виды платежей. Наличный, безналичный расчет, а также любую понравившуюся изделие. Вы можете оформить в расстрочку абсолютно без переплаты и первоначального взноса. Для оформления потребуется только паспорт. Опытные продавцы-консультанты помогут подобрать аксессуары к любой шубке и подарят удобный чехол. Выставка продажи шуб из Пятигорска работает с 29 сентября по 2 октября в центре досуга «Нефтяник». И к этому часу у меня все. До свидания. Магазин «Каприс». Город Ноябрьск. Торговый комплекс «Север-3». Ждем ежедневно с 10 до 21.00.